Всем доброе утро. Уже 12 часов, я ещё даже не завтракала. Сегодня Ваня пошёл в садик. Так было тяжело проснуться в 8, не 8, 7.30 утра, чтобы отвезти его в садик. Это просто очень капит. Я отвела его в садик, пришла, думала, немножечко полежу. Час полежала, не уснула, потом я уснула. Потом поспала ровно минут 30, позвонила сестрёнка и говорит, приедет за мной, помоги мне, своди меня в магазин. Короче, я поехала за ней. Мы съездили, купили всё, что нам нужно для торта, для крема. Сейчас призвала её к себе, будем собирать торт и, наконец-то, я буду завтракать. На завтрак мы приготовили, так сказать, пету. Тут помидорка, солёный огурчик, колбаска, сыр и волшебный соус. Вот такой красивый, мягкий, воздушный, влажный бисквит у нас получился. Сейчас мы будем его разрезать на две части. Я это делаю с помощью ножа и нитки. Ножом я сначала разделяю, вот так вот отмечаю пополам, где нужно разрезать. Потом ниткой режу, сейчас покажу, как я это делаю. Так, мы сделали разрез. Берём ниточку и собираем её в нашу прорезь. Прорезь. Далее берём просто так, обвиняем ниточку. Вот так. И тихонечко делаем. Готов коржик. Это есть три карта коржика, а это корж. В кадре похоже на волос. Слушай, это нормально так-то? Как твоя коржа получается? Да. Вот такие вот у нас четыре коржа получились. Сейчас будем собирать торт. Такая прелесть. Он такой влажный, вкусный. Нам понадобится 500 грамм сливок. Сейчас мы их будем взбивать и потом сразу туда добавлять сахарную пудру. Добавляем в сливки 150 грамм сахарной пудры. Нам нужно 1200 грамм сыра. Сейчас мы их будем соединять со сливками и потом собирать торт. Много взбили. Сейчас добавляем туда сливки и взбиваем всё вместе. Такая миссия ответственная. Ничего ответственного я больше в своей жизни не делаю. Так пожелаем Ксюше на день рождения, чтобы ничего ответственного в своей жизни она не делала. Какая миссия ответственная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перекладываем карамель в кондитерский мешок. 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 Бесподобная. Очень красивая книга. Не знаю, как она по содержанию, но по красоте она точно выигрывает. Иллюстрации просто волшебные. Безумно красивая книга, конечно. Моя вышивка близится к концу. Сейчас сделала вот столько. Кажется, еще один или два дня и я ее закончу. Какая красота. Наверное, пора уже заказывать для нее рамку. Сегодня был достаточно хороший день. Так много успели сделать. И вы, наверное, хотите спросить, почему мы готовим торт целые три дня. Вообще, раньше я готовила торт за день до того, как будет какое-то торжество. Но потом мне подруга сказала, что она занимает, она кондитер, и она сказала, что есть специальная технология. Сейчас расскажу. В общем, первый день, то есть торт готовится три дня. Первый день это готовится корж. Готовится корж, его выпекаешь, он полностью остывает на решетке. Его нужно завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на сутки. Ну, или на сутки, хотя бы на ночь, чтобы корж пропитался. У него какие-то происходят процессы. Он тогда становится влажный, мягкий. Его не нужно ничем пропитывать. Он просто становится такой, прям, тающий во рту. Поэтому я теперь всегда делаю так. После того, как на следующий день, после того, как мы сделали коржи, я собираю торт. Что значит собираю торт? Мы берем коржи, смазываем их кремом, делаем там какую-то начинку или прослойку. И вот так его собираем. Это, получается, во второй день. Мы его собрали. Я обычно делаю это по кольце. Собираю его и тоже сверху заматываю пищевой пленкой. И отправляю в холодильник для того, чтобы корж пропитался. То есть, коржи и крем, чтобы они вместе пропитались и они были единым целым. То есть, чтобы все было вкусное, пропитанное, сочное. Чтобы торт был единым целым. Не было такого, чтобы коржи не пропитались кремом. В общем, вот так. И только на третий день, то есть, перед самим торжеством, мы уже украшаем торт. То есть, делаем финальную обмазку, обмазываем и делаем вот это вот сверху украшение. Видите, красиво. Поэтому на торт уходит три дня. Ну, по сути, если так взять, то это так же, как и было раньше у меня пять часов. То есть, раньше я за один вечер делала это за пять часов. А сейчас я это растягиваю на три дня. Первый день час, второй день примерно часа полтора и третий день, ну, примерно часа полтора. В общем, так и получается, что на торт уходит пять часов. Так что, вот такие дела. Завтра у сестренки день рождения. Утром я встану, доделаю торт, отвезу к ней. Мы у нее его украсим и будем отмечать. Спасибо всем, кто смотрел меня сегодня. Всем большое спасибо, кто ставит лайки. Еще больше спасибо всем тем, кто пишет комментарии. Для меня это очень важно, потому что, как я уже говорила, что чем больше активность на моем канале, тем больше мои подписчики это делают и мои зрители, тем больше YouTube рекомендует меня другим пользователям. А так как канал новый, для меня это сейчас очень-очень важно. Всем большое спасибо, всех целую, всем пока-пока. Пока. 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 Пока.